В основном от членов своей семьи и от их друзей, потому что у нас есть Пятигорска и там какое-то количество евреев в свое время уехали, кто из Одессы, кто из еще каких-то мест и у нас какая-то компания почему-то была у дедушки друзей, и среди них было очень много евреев, практически все. И в принципе, поскольку мы жили все-таки во времена, ну особенно, когда мое раннее детство было, это был такой еще коммунизм, то Советский Союз, то особо еврейскую тему старались не поднимать, потому что все это как-то не приветствовалось. Но в семье разговоры были, сегодня такой праздник, сегодня другой, вот Ханука, вот тебе немножко денег там возьми и так далее. Приобщали. Ну прямо скрывать мне не говорили, но говорили, что ты знаешь, что нас не очень любят. Вот. Я говорила, почему там, у меня же есть смешная история, как я вообще узнал, что я еврей. Я пришел, я был уверен, что я русский в детском саду, и я пришел домой, и там вот были гости, там все были за столом, я был уверен, что я русский, и я спросил, дедушка, а ты кто по национальности? Вот. Он говорит, я еврей. Я такой, как? Еврей? Что это вообще, кто это? А, это детский сад еще. А ты бабушка, говорю? Она говорит, еврейка. А у меня все. А папа? Он говорит, я еврей. А мама? Она говорит, я еврейка. Я говорю, там, а дядя Саша, там, дядя Саша тоже говорит, и я еврей. А дядя Боря, говорит, и я, там, а тетя Аэра, там, короче, все они, я еврейка. А там действительно были все евреи, и только одна была подруга у бабушки с дедушкой Казанчан, армянка, вот, тетя Шура. И я всех их обвел так глазами. Я говорю, так что выходит только мы с тетей Шурой здесь русские, вот. Так, я узнал, что я еврей, да. Ну, или там объяснили. Мне это не очень понравилось, потому что я, мне нравилось наоборот, мы всегда играли там в детском саду, я там был русским, войнушку мы играли, мне было все понятно там, а что еврей, что теперь делать, я не знал. Ну, потом рассказали, что это тоже неплохо. Не очень хорошо. Там какие-то вещи утрачены. Ну, что-то знаю про бабушек, про бабушек, про дедушек, знаю что-то. Знаю, что все с Украины, вот, с разных местечек. Кого-то репрессировали, знаю. Кого-то немцы, там, из родственников уничтожили. Потом, знаю, что вроде какой-то был раввин по папиной линии даже. А так особо не знал. Мне, конечно, стыдно об этом говорить, но главным в это время было половое созревание, наверное. Потому что я понял, что меняюсь. А поскольку тогда как-то вот не умели это все, я не знаю, насколько умеют сейчас, но мне кажется, благодаря интернету и вообще доступу к любого рода информации, в этом есть, конечно, и негатив. Но если есть мозг, и у родителей есть мозг, то можно правильно дать воспитание и не просто закрываться от этих всех тем. Вот. Мне кажется, современные дети, они как-то спокойнее, чем мы. А у нас у всех просто башню сносилуют. И до этого возраста я как-то книги читал, а потом я вообще ни о чем думать больше не мог какое-то время. Детство мне нравилось тем, что в нем были радостные моменты, но не нравилось тем, что мои еврейские родители, а именно мама, бабушка и дедушка, папа был более ко мне лояльный, постоянно заставляли меня заниматься какой-то ерундой. Типа там уроки учить, какие-то иностранные языки, а я очень любил играть в футбол, гулять, и мне вообще все это не нравилось. Эти все затеи с обучением. Вот. И поэтому у меня была война с ними постоянно. И они мое детство превратили, ну не в ад, ну так, процентов, я думаю, на 50 точно испортили. И самое главное, что я ничего не помню из того, что они заставляли меня учить. Все эти математики какие-то, физики. Я вот сейчас хочу заново выучить математику, потому что я ничего не запомнил. Но они научили меня другому. Благодаря постоянному сопротивлению, да, я научился не сдаваться под давлением внешних факторов, что впоследствии очень пригодилось мне в моей жизни. То есть это такой эффект разжавшейся пружины происходит. Тебя сжимают, ты все равно сопротивляешься. Постоянно. У меня были мечты. Мне такое смешно, что 39 лет, а у меня периодически проскальзывают детские мечты. Но вот в детстве это все было постоянно. То я был каким-то ниндзей в своих мечтах, то, не знаю, каким-нибудь мушкетером, то тоже футболистом опять же, то Виктором Цоем. Так что все время, ну, никаким евреем я не мечтал стать. Видимо, потому что я им уже был. В основном в моих мечтах я был каким-то человеком с какими-то крутыми способностями физическими. И еще, ну да, вот чтобы машина была, чтобы мог пользоваться каким-то оружием, совершенством владеть. То есть, ну, детство, что сделаешь. Мне кажется, да. Это, ну, просто я не знаю, насколько сейчас у детей есть для этого время. Потому что, вот мы, например, ну, у меня не было даже видеомагнитофона. И когда, например, заболеешь и в школе, ну, в школу не идешь, смотришь программка телепередач была такая. И нам две программы было. Ну, и там периодически показывались отстойные мультики по телевизору. Вчера они 10-15 минут. И вот ты отметишь эти отстойные мультики какие-то ужасные. Еще выбирали какие-то мультики, откуда они их брали. Ну, не какие-нибудь, ну, погоди, а какие-то, где какие-то из, я не знаю, из какой-то серой, серых ниток какие-то герои сделаны. И, в общем, этот мультик, смотри, это все. Ну, или хочешь, читай книги. А книги я перечитал до полового созревания. Все, что было в библиотеке, я приходил, брал и читал. Вот, и некуда было занырнуть так, чтобы... Ну, я не мог, наверное, слишком сложные книги читать, ввиду того, что я не какой-то там супер-вундеркинд был. Мне все-таки надо было что-то доступное. И некуда было занырнуть так, чтобы там, ну, туда погрузиться и любое количество времени провести было можно. И поэтому мечты, это было нормальное занятие. Лежишься, смотришь в потолок и мечтаешь. Ну, вообще, это полезно. Мне кажется, это полезно. Это, знаете, мы когда пишем сериал или фильм, там, человек, у которого есть мечта, всегда можно оправдать, ну, сценаристы говорят. То есть, если даже он какие-то поступки совершает, там, я не знаю, что-то украл или еще, ну, это такое, так не надо делать, еврейские дети. Не надо так делать. Значит, ну, можно всегда ему найти оправдание, если у него есть мечта. И поэтому, ну, в принципе, да, сначала какие-то эти мечты совершенно просто из области фантастики. Потом ты придумаешь себе нормальную мечту. Но у тебя должно быть само по себе свойство такое. Уметь мечтать, уметь что-то представлять, что-то желать, хотеть верить в свою мечту, потому что это тебе даст большой стимул в жизни. Не, мне нравится. Я и сейчас мечтаю тоже о каких-то вещах. Только я не знаю о каких, но о чем-то периодически мечтаю. 12-13-летний. Ну, это уже не дети 12-13-летние. 12-13-летний человек уже может читать все, что угодно. Меня папа взял как-то за шкирку, посадил перед собой. Начал читать «Мастер и Маргарита». По-моему, 12 лет мне было. И начал все рассказывать мне. То есть, почему вот это смешно, почему вот это... Вот как было в Советском Союзе, что вот... Почему, над чем здесь смеется Булгаков, что он высмеивает, да? Пол книги прочитал мне. Ну, не за вечером, а за несколько вечеров. Втянул меня в этот процесс, а дальше я сам дочитал. Когда вы меня спросили про какие-то книги из детства, мне сразу пришло «Тремушкетера», «Мифы и легенды Древней Греции». А третья... Я не знаю, какая. Но вот именно 12-13 лет – это уже такое время романтизма, наверное, какого-то юношеского. И там уже можно и «Три товарища», «Ремарка», и «Хемингуэя» какие-то книги. Хорошо пойдут. Шалам Алейхима читал. А какие еще есть еврейские писатели? Может, вы скажете, а и выяснится, что я их читал. Я по принципу их еврейскости не выбирал их писателя. Довлатов, он же не совсем еврей. Ну, поэты, много поэтов-евреев. Мандельштам, Бродский. А... Довлатов – да. Ну, в нем немножко проскальзывает еврейская тема тоже. Но она совершенно там не главная, конечно. Ну, переописание сценариев «Домашнего ареста», ну, можно сказать, что он на меня, в принципе, оказывал какое-то влияние. И... Это влияние, оно распространилось и будет распространяться на все, что я делаю. Ну, равно, как, ну, хороший какой-то старший товарищ тебя может чему-то научить и прививает какой-то вкус, возможно, к чему-то. А так, ну, конкретно на произведение, конечно, он не оказывает влияние. Ну, просто классный писатель, с которым я почему-то чувствовал много общего. Сейчас даже чувствую. Меня почему-то родители все время достают. И если говорят про кого-то мертвого, и ты в этот момент чихнул, то надо обязательно за уши тебя подергать. Сейчас вы подумаете, что у меня поэтому такие длинные и большие, да, но... Это с рождения было, на самом деле. Но вот они меня все время дергали за уши. И самое главное, что это... Я говорю, зачем? Типа, говорят, надо к небу потянуть, чтобы, типа... Ну, потому что мертвый, типа, туда как бы. А ты в этот момент если чихнул, то... Вот. Бред в том, что я периодически так иногда сделаю, если... Из моих кто-то знакомых так сделает, и я там на всякий случай раз так что-то подойду, подергиваю, и они так смотрят. Ты идиот. Игрейская примета, я вас люблю, отстаньте. Да. Вот. А... Так я не знаю традиции. Ну, что я буду рассказывать про какие-то традиции, которые знают все. У нас в семье особо больших каких-то традиций не было. Потому что у меня дедушка был ярый коммунист. При этом были. Ну, слушайте, национальности же не выбираю. Ну, он... Он был такой еврейский мальчик типичный, одесский, да. Потом война, там какие-то были эвакуации, потом он оказался в итоге в Пятигорске. Да, ну, не приветствовалось это. Никто не мог тогда ходить и бить себя кулаками в грудь и говорить, что он еврей. Там прокатывали людей мимо должности из-за национальности. Там он ректором не стал из-за этого. Хотя этот вуз создавал, держал, руководил им годы. День рождения, Новые годы, день Великой Октябрьской революции, день Победы. И 1 мая, потому что у мамы и у прабабушки день рождения в этот день был. Еврейские праздники не особо отмечали, скажу честно. А сейчас тоже не особо отмечаем. Нет, отмечаем, я прихожу в синагогу один раз. Был. Вообще, да. Да. Ну, это же... Мне там просто сказал... Ну, Бэр Лазар, что это состояние, оно все равно в твоей душе. Ну, сейчас у тебя такой период. Ты занят, например. Да. Можешь прийти, когда хочешь. Мы тебе рады всегда. То есть... Не надо, главное, напрягать человека. И напрягаться тоже не надо. Это, ну, чтобы не быть плохим человеком, не надо для этого постоянно ходить с синагогом. Ты можешь им... Ну, быть хорошим человеком и не ходить, например, с синагогом. А можешь быть плохим и ходить. А можешь быть плохим и не ходить. И хорошим и ходить. В общем, вариантов... А можешь сначала быть хорошим и ходить, потом плохим и не ходить. Вариантов масса. Вот. Что чувствуешь, то и надо делать, мне кажется. Окей. А как вы это нарежете? Это же смешно. А не слышно будет. Вам надо будет брать. А у вас даже нет звука, да? Нет. Нет звука. А, ну, пропала. Пропала шуточка. Ладно. Ну, я поехал первый раз в Израиль. Там надо было у родственников по здоровью их надо было поддержать. И я поехал. Полетел. И мне, ну, совершенно не понравилось. Это было лет, наверное, 9 назад. Мне совершенно не понравилось. Я думаю, какая-то арабская страна. Только еще и по-русски многие разговаривают. Что здесь вообще думаю такого? Все находят в Израиле. Вот. А... Ну, я не был в Иерусалиме. Я так по Тель-Авиву. И то, видимо, ну, на свое усмотрение где-то бродил. Потом я приехал второй раз. И я уже многое увидел. А, я помню еще в Иерусалиме у меня было большое разочарование, что все эти исторические... Ну, большинство каких-то исторических мест, они восстановлены, а не те самые. Что все это под какими-то слоями находится. А на самом деле это все... Вот. Но потом, когда я приехал второй раз, я почувствовал Израиль по-настоящему. И... Я очень сильно полюбил. Вот так произошло. Я не знаю, как это проснулось. Просто у меня в душе и все. И я теперь его обожаю, Израиль. И самое главное, что я действительно... Я помню прям этот момент. Я шел по набережной в Тель-Авиве. И вдруг я понял, что это моя страна. Ну, что меня здесь ждут всегда. Что я действительно... Если я сюда приеду жить, что я, во-первых, имею право действительно сюда приехать жить. Что меня здесь примут. Что меня здесь будут защищать. Еще там они выдадут кому-нибудь, возможно. Вот. И... Ну, это как бы меньше для меня был аргумент. Но само по себе, что... Я просто, когда смотрел на всех, как все эту маленькую идею маленького государства настрадавшегося захлебнувшегося там когда-то, не знаю, народа, маленького народа захлебнувшегося там в крови уничтожаемого. Все как-то сплотились. Это все подняли. И продолжают это поднимать. Продолжают за это бороться. Продолжают быть вместе. Но таким... Вот я это чувствую. Все равно в Израиле я чувствую вот эту идею, вот эту идеологию. То, к сожалению, чего сейчас нету в России, да. Чего очень не хватает. А там это есть. Что мы все вместе строим нашу страну. Любим нашу страну. Боремся за нашу страну. Каждый из нас вот этот маленький винтик в этом механизме. И ты нужен тоже. И я это почувствовал. Я этим очень проникся. И самое интересное, что я никогда... Я вдруг понял, я всегда считал себя россиянином, гражданином России. Я и есть гражданин России. У меня нет израильского гражданства. Я его не менял. Гражданство и не получал. Но почему-то я вдруг почувствовал, что меня там ждут. И любят. Может, я ошибаюсь. Но я так почувствовал. Ну, есть два типа опоры, наверное. Первый – это такой духовный. А второй – материальный. Вот духовный тип опоры у меня есть. Мне нравится моя причастность к еврейскому народу. Потому что мне нравится тот факт, что у многих моих, как соплеменники называется, или кто, однонациональяне, в общем, у многих евреев получилось то, что я хочу, чтобы получилось у меня. Они могли... Ну, есть среди них блестящие сценаристы, режиссеры, музыканты. Ну, и вообще мне нравится. То, что делают евреи, то, что они делали, мне нравится. Вот духовная есть опора. Потому что мне нравится быть причастным к нашему народу. И у меня есть товарищ казах, Слава Дусмухаметов. Мы с ним вдвоем Comedy Club Production руководим. Ну, помимо еще наших двух товарищей армян. Вот. И мы с ним как-то раз спорили. И он говорит, послушай, ты должен признать, что я прав. Говорит, потому что я среди казахских юмористов вхожу в первую тройку. А, возможно, и первый. А ты, говорит, среди евреев даже в тысячу первую не войдешь. Вот. И мне поэтому, мне это нравится, что там такое количество огромное в различных сферах искусства евреев, потрясающих совершенно, огромных глыб. Вот. Это меня поддерживает. А что касается материальной поддержки, вот, по-моему, у евреев такого нет. Ну, по крайней мере, я на себе никогда не испытывал, что, о, там, типа, иди ты тоже евреем, мы тебя сейчас продвинем. Этого нету. Вот армяне, они всех там своих чук-чук-чук-чук-чук-чук рассадили. А евреи, мне кажется, тебя возьмут, если ты только чем-то полезен. Ну, может, мне так попадалось. Ну, и слава богу. Чтобы взяли еще куда-нибудь, и я бы пошел не своей дорогой в этой жизни, а так все самому-самому. Я бы хотя бы попробовал, что это такое. И если бы мне стало интересно, то продолжил бы. Но у меня не было такой возможности. А прекрасно то, что есть такая возможность. Пожелать что-то современным молодым людям 12, 13 и 15 лет еще. Ну, 14, 15 лет. Это очень ответственная задача. Я бы пожелал им оставаться собой и пожелал бы им не сильно расстраиваться из-за каких-то вещей, которые, по их мнению, невероятно важны сейчас. Возможно, они не такие важны. И это сложный возраст у них сейчас. Какие-то проблемы, они схлынут, пройдут. То есть, не надо себе очень сильно портить жизнь мыслями о том, что все ужасно, все плохо. Потому что я знаю, что подростки часто мучаются, там, бунтуют внутри себя, их разрывают от каких-то несоответствий всего происходящего, конфликтов с родителями, с окружающим миром, ненависти к самому себе. В общем, принимайте себя. Была масса примеров, когда вас не принимали или вы сами себя не принимали. Но потом выяснялось, что все-таки то, какое вы есть, на самом деле, это и есть самое ценное. Несите себя по этой жизни, зная, что вы уникальны и такого, как вы, больше никого нет. Делайте то, что вам интересно. И все у вас должно обязательно получиться. Не знаю, что еще сказать, что еще пожелать. Вот именно не подражать, не комплексовать, идти гордо, как тот же Жванецкий говорил, что ему папа это говорил, иди вперед и смотри вперед. Иди вперед, смотри вперед, все будет хорошо. Масса. Ну, последний, есть неприличный, который я очень люблю. Вообще, я еврейские анекдоты люблю. Да. Могила на еврейском кладбище, и написано, что под этой плитой большими буквами написано «Напокоится стоматолог Яков Соломонович Кац. И внизу маленькими буквами приписано. Но его сын Соломон Якович продолжает принимать по тому же адресу с 12 часов дня. Вот, это первый. Второй, это, когда пришла женщина к раввину и говорит «Рэба, мне муж изменяет. Что мне делать?» Он говорит, значит, в первую субботу месяца «Отрежь прядь его волос, сожги, положи в тору пепел, в полнолуние достань и наутро подсыпь ему в чай, пусть выпьет». Она говорит «И поможет?» Он говорит «Не повредит».